Здравствуйте! Вы смотрите Лицкое телевидение в эфире очередной выпуск информационной программы события. С новостями региона вас знакомят наши корреспонденты и я, Алексей Водейко, и сразу анонс основных тем. С профессией определились. Лицкий колледж сегодня принял первых абитуриентов. Уборочная кампания должна пройти без чрезвычайных происшествий. Сотрудники Лицкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям контролируют соблюдение пожарной безопасности перед началом уборочной кампании и во время нее. От Лицких Муроу в доме Валентина Тавлая прошла презентация нового литературно-художественного сборника произведений поэтов и прозаиков личины. 20 июля в Беларуси начался прием документов от абитуриентов в учреждения, осуществляющие подготовку на уровне среднего специального образования. Претендентов в первокурснике встречал сегодня и Лицкий колледж. Зачисление в это учебное заведение проводится по конкурсу среднего балла документа об образовании. Насколько активны были абитуриенты в Лицком колледжа в первый день подачи документов и какие профессии нынче в фаворитах у молодежи расскажет Анна Войтулевич. Восемь специальностей на четырех отделениях. Дневная и заочная форма обучения. Обучение за счет средств бюджета и на платной основе. Лицкому колледжу Гродненского государственного университета имени Янки Купалы есть что предложить каждому абитуриенту, желающему получить среднее специальное образование. Лицкий колледж ведет набор по восьми специальностям. Это техническая эксплуатация автомобилей, автосервис, производство приборов и аппаратов, электронно-вычислительные средства, промышленное и гражданское строительство, экономика, организация производства, дошкольное образование, начальное образование. У нас ведется набор после 9 классов, также набор после 11 классов на техническую эксплуатацию автомобилей, а также та категория граждан, которая хочет совмещать и работу, и обучение, может обучаться у нас на заочной форме обучения. В этом году у нас две специальности, экономика, организация, производство и техническая эксплуатация автомобилей. В этом году план набора в Лицком колледже 400 человек. На бюджетной форме обучения 330 мест. Эта цифра соответствует уровню прошлого года, а значит, Лицкий колледж не теряет своей популярности у абитуриентов. Первый день приема документов тому подтверждение. Более 120 вчерашних школьников сегодня заявили о своем желании получать профессию именно здесь. Как показывает практика, самые востребованные специальности – это техническая эксплуатация автомобиля, так как приоритетами этой специальности является то, что учащиеся могут получить права после своего обучения. Также среди девочек постребована специальность дошкольная, образование. Все хотят быть первыми, но вообще зачисление не зависит от того, когда подают документы, зависит только от среднего балла документов об образовании. Проходной балл на специальность технической эксплуатации автомобилей в прошлом году был 6,8, а на специальность дошкольное образование – на балл выше. В этом году на самые популярные специальности уже подано более 20 заявлений от абитуриентов на каждую. Если так пойдет и дальше, конкурса за место в колледже на них не избежать. На специальность же промышленное и гражданское строительство в этом году на 25 бюджетных мест стало больше. Среди новшеств этой вступительной компании в Лицком колледже и новая специальность. В этом году у нас есть, можно сказать, новинка. Это специальность экономика и организация производства. В этом году мы осуществляем набор после 9 классов на эту специальность и набираем 25 учащихся. Среди тех, кто сегодня пришел подавать документы в Лицкий колледж, были и те, кто предпочел специальности технического профиля и те, кому ближе гуманитарный. Мне нравятся дети. Я считаю, что дети, они очень милые. Мне нравится общаться с детьми и думаю, что получится из меня педагога. Поступаю на строителя, потому что сидячую работу, в принципе, я не люблю. Мне надо двигаться, мне нужно движение. Хотела пойти сначала на учителя физкультуры, но бы мама не пустила из города, поэтому пришлось выбирать здесь. А так как педагог из меня, я думаю, будет не очень, решила пойти на строителя по стопам отца. Вместе с абитуриентами в Лицкий колледж шли и их родители. Мама и папа не могли не поддержать детей в столь важный для них день. Тем более, что некоторые из ребят выбрали профессиональный путь своих родителей. Сама являюсь педагогом и думаю, наверное, что все-таки выбор Кати как-то связан с моей трудовой деятельностью. Поэтому она выбрала, но ее выбор должна была я поддержать. Поэтому я не стала трещать. И здесь недалеко от дома, поэтому выбор был после девяти классов. Она захотела уйти именно после девяти, поэтому мы ее поддержали и определилась с выбором педагога. О высоком качестве образования в Лицком колледже знают далеко за пределами Лиды. Поступать сюда приезжают абитуриенты из разных городов не только Гродненской области, но и республики. Волноваться о проживании им не приходится. Иногородним учащимся предоставляется общежитие. Со спокойной душой отправляет в Лиду 15-летнюю дочь Диану и Ирина Романовская из Ашмянского района. Здесь уже год учится ее старший сын Александр. Я всегда поддерживаю выбор своих детей. В прошлом году в этот самый колледж у меня сын поступил, закончил первый курс строительного факультета. Вот будут вместе ездить. Приемная комиссия в Лидском колледже работает ежедневно, кроме воскресенья, с 9 до 18 часов. Прием документов на обучение за счет средств бюджета на базе девяти классов заканчивается 3 августа, а на основе общего среднего образования – 12 августа. У тех, кто пожелает учиться платно, будет еще несколько дней. Завершится вступительная кампания в учреждение среднего специального образования – 17 августа. Сотрудники Лидского районного отдела по чрезвычайным ситуациям ежегодно контролируют соблюдение правил пожарной безопасности перед началом уборочной кампании и во время нее. Инспекторы ежедневно выезжают на поля, посещают сельхозпредприятия и проверяют соблюдение всех необходимых норм пожарной безопасности. О том, как проходят такие проверки, расскажет наш корреспондент Ольга Главницкая. Идет самая горячая и напряженная пора для работников сельхозпредприятий – пора уборки урожая. В это время самое главное – сохранить собранный урожай. А для этого необходимо не только усердно работать, но и соблюдать требования пожарной безопасности. Чтобы не допустить чрезвычайных происшествий в период уборочной кампании, работники Лидского районного отдела по чрезвычайным ситуациям ежегодно проводят профилактические рейды по местам заготовки, складирования и хранения грубых кормов. В ходе таких рейдов особое внимание инспекторы обращают на укомплектованность зданий и сооружений сельхозпредприятий первичными средствами пожаротушения. Проверяют их количество и исправность. Спасателями со всеми работниками, задействованными в уборочной кампании, проводят профилактические беседы и проверяют их умение пользоваться средствами индивидуальной защиты и средствами пожаротушения. Как показывают проверки, требования, предъявляемые к безопасной уборке урожая, сельхозпредприятия Милицкого региона соблюдаются, однако недочеты бывают и будут исправлены. Основные выявляемые нарушения на подобных объектах – это недостаточное количество и неисправность в первичных средств пожаротушения, отсутствие обучения у работников организации по программе пожарно-технического минимума, неисправность в автоматике контроля сушки зерносушилок, периодически не обновляются информационные стенды по пожарной безопасности. Хотелось бы напомнить, что согласно статье 2436 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь за нарушение требований правил пожарной безопасности должностные лица могут быть привлечены к административной ответственности. Сотрудники Лицкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям во время подготовки к уборочной, а также во время нее, ежедневно осматривают технику на наличие средств пожаротушения. Транспорт, задействованный в уборке урожая, обязательно должен быть укомплектован как минимум двумя огнетушителями вместимостью не менее 8 литров каждой, противопожарным полотенцем, двумя лопатами и двумя швабрами, а также аптечкой. На поле обязательно должна быть водоподающая техника. В сельхозпредприятии Можейково помимо приспособленной водоподающей техники есть даже своя пожарная машина. Также на балансе этого хозяйства 11 комбайнов. К слову, здесь к уборочной кампании всегда готовятся основательно. Наши предприятия Можейково всегда очень серьезно относятся к уборочной кампании. Руководителям предприятия выделяется достаточно средств для того, чтобы соблюдалась техника безопасности. Покупаем средства индивидуальной защиты, огнетушителей пожарной защиты, потом индивидуальные аптечки, универсальные и спецодежду. Перед уборочной кампанией всегда мы проводим неплановый инструктаж всех рабочих, задействованных в уборочной кампании. Потом инструктаж по пожарно-техническому минимуму. Также проводим профилактику по недопущению травматизма и несчастных случаев на предприятии. Как показывают профилактические рейды, сельхозпредприятия Лицкого региона к безопасной жатве готовы. Однако работники Лицкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям на чеку и будут продолжать следить за пожарной безопасностью во время всей уборочной кампании. Литчина богата талантами. Доказательство тому – более 500 страниц в очередном 10-м литературно-художественном сборнике Адлицких Муроу, на которых разместились произведения поэтов и прозаиков Литчины, написанные в 2020 и 2021 году. Презентация сборника состоялась в доме Валентина Тавлая, где любители художественного слова обсудили содержимое сборника, зачитали свои стихи. Всем присутствующим авторам Адлицких Муроу вручили по экземпляру издания на память. Всего в сборник вошли произведения более 30 литских авторов. Это литские авторы, это литчане. Кто живел в Лиде, кто выехал за межи нашего города. Это я дома Виктор Праудзин, это Данут Абичев, Загнитова. Это уже и наши местовые, это Владимир Васько, это Нинит, Лаурыш. Сюда потрапила повесть про Тавлая Владимира Калесника, классик белорусской литературы, литература-знавец. Эту повесть мы отсюда нашли праз национальную библиотеку Беларуси. Она выходила в часописи Полымя. И, конечно, пошуки нас привели в национальную библиотеку. И нам дослали сканованные варианты. И вот эти копии мы вместили в эту сборник ладийскому руху, как пошло ширеивать для массового читателя. Этот сборник есть важным элементом литературного процесса, в который уходит деятельность Суквецца, конкурс имя Веры Новицкой, далее вот то обвешен конкурс на премию имя Валентина Тавлая, проект БРСМ с мышкой и книжкой, то есть у лидзи иде нормальное литературное життё. И это была последняя информация выпуска. В четверг, 21 июля, программы «Лидского телевидения» в эфир не выйдут в связи с проведением профилактических работ. Возобновится трансляция в пятницу, 22 июля. Всем здоровья, берегите себя и своих родных. До свидания.